Духовная нравственность К соответствующему празднику иметь одеяние такого цвета, какого требует праздник и какой цвет имеет все духовенство. Вот есть такие праздники, когда все духовенство имеет ризы золотистого цвета. Ну и я как человек, работающий в храме не один год, я также в этот день надеваю вот это платьице желтым оттенком. Я проводила экскурсию в Новороссийск. И после проведения экскурсии во время отдыха я посещала магазины и там нашла эту эксклюзивную ткань. Она такая весенняя, радужная. Когда захожу в автобус, сразу у людей настроение, сразу запах сирени все ощущают. И все чувствуют радость жизни. И надеются, что, наверное, будет рассказ интересным. Экскурсия будет потрясающей. Это платье я надеваю на троицу, когда иду в собор. Все духовенство в этот день, также в зеленом наряде. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Как давно вы создаете себе наряды? Я их создаю в течение всей своей жизни. Я очень люблю красоту. Я экскурсоводом всю жизнь работаю педагогом, экскурсоводом. И поэтому, вращаясь среди людей, мне всегда хотелось нести красоту с самого детства. Сколько времени у вас уходит на создание одного... Очень много. Во-первых, нужно подыскать редкостную эксклюзивную ткань. Эксклюзивная, редкостная. Ее не каждый день встретишь. Много хожу по магазинам после работы, выходные дни. Во-вторых, нужно выбрать фасон. Сама выбираю фасон. Я смотрю модный приговор Александра Васильева. Я смотрю коллекцию знаменитого модельера Валентина Юдашкина, который украшает Аллу Пугачеву, Киркорова и всех артистов. Его коллекция нарядов женских настолько роскошна и женственна, что она находится в Эрмитаже на выставке. И не случайно. Потому что, как рассказывали там экскурсоводы, наряды женские, созданные Валентином Юдашкиным, соответствуют нарядам княгинь и графинь, которые там на портретах. Поэтому нравится высокая мода. И платья роскошные, женственные, и шляпы, и вуали. Все. Вот это я принимала к сведению. Потом я человек еще такой, что посещаю храмы, преподавала духовные науки. И поэтому я наряды старалась делать так, чтобы не выпячивать какие-то части тела. Кем вы вдохновляетесь, когда делаете себе очередной наряд? Может, вы ориентируетесь на Елизавету II, английскую королеву? Да, в интернете меня называли действительно. Одна бабушка пишет «Катерина Катька», то есть «царица Катька», «царица Екатерина». Кто-то говорит «Королева английская Елизавета». Одни мужчины ехали на легковой машине молодые, на мне был черный капрон с золотом. Крикнули «Клеопатра, царица египетская». Вот. Поэтому... Повторите еще раз вопрос. Кем вы вдохновляетесь, когда делаете себе очередной наряд? Да. Поэтому я вдохновляюсь. Думаю, ну как-то порадовать людей. Вы знаете, как внешность играет роль. Вот такой эпизод скажу. На турбазе «Майкоп» меня ждал автобус. По-моему, из Краснодара были. Научно-исследовательский институт. И вот я подхожу, на мне было велюровое бархатное платье малинового цвета, пальто малинового цвета, шляпа цвета чайной розы с полями. И когда я подхожу, я услышала громкий смех в автобусе. Но какое надо иметь уверенность в семье, самовладание, чтобы не растеряться. Я захожу и говорю, чтобы не возмущаться. И говорю, а почему вы засмеялись, когда я к вам зашла? Они говорят, наш руководитель Михаил Иванович, когда увидел вас, сказал, это точно наша эртусоводша. И он не ошибся. И этот случай мне говорит о том, что я о своих одеждах на правильном пути. Потому что Александр Васильев говорил, нужно одеваться так, чтобы твоя одежда отражала твое социальное положение, то есть профессию. И вот сколько я хожу по городу, никто не сказал, вы экономист, вы там почтальон, вы там продавец. А все говорят, вы, наверное, в театре работаете. Вы, наверное, поете в ансамбле, один молодой мужчина спрашивает. Я говорю, пою, но пою в автобусе для людей. То есть я на своем месте. Театр, ансамбль, все спритисывают мне такие артистические профессии. Значит, я на правильном пути в своей высоте.